Ребят, вот посмотрите, пожалуйста, видите, как это называется? Это называется высылы. Мы приехали сейчас на строительный объект, это все в рамках одного выпуска про кирпич ЛСР и про фуговку на объекте. Посмотрите, пожалуйста, сейчас короткую видеоинструкцию, как правильно избавиться от высылов на фасаде, потому что на самом деле, избавляясь от высылов, можно еще только сильнее напортить фасад. Не буду больше вас долго отвлекать своими беседами, просто посмотрите и послушайте специалисты завода Крик Микс. Кислота для удаления высылов. То, что мы с вами общались внизу, белые-белые вот эти вот пятнышки, даже уже не увидите, что это... А, ну вы снимаете. Вот эта кислота, она как раз от белых вот этих вот белесин избавляет. Но лучше взять и где-нибудь, если захотите проверить, я не смогу оставить, у меня мало... Я вот чисто показать, что вот такая у нас есть. Где-нибудь в незаметном месте, где вы знаете, есть эти пятнышки, в уголке, в тени, еще что-то, или где-то на самой верхотуре, сначала надо сделать небольшое тестовое нанесение. Просто посмотреть, как она будет работать, да, то есть там где-то прям вот кисточкой два раза мазнул и ушел, ну грубо говоря. Сейчас, так, вы все здесь, давайте раз время есть, объясню, как пользоваться кислотой. Кислоту я обычно объясняю, как пользоваться в последний момент, сейчас время есть, давайте поговорим об этом пораньше. Не дай бог, давайте, вот у нас стена, ну, кстати, вот и сок. Водичка, можно? Можно я вам немножко здесь побалуюсь? Я чуть-чуть. Значит, смотрите, что такое соль, да, вот на этом примере прям видно. Соль есть, соли нет. Правильно? Ну, то есть здесь вот они высылы, прям видно, а здесь у нас просто серый, ну, довольно хороший бетон. А вот здесь прям видна разница. Здесь кто-то шкрябнул чем-то, и солевой вот этот вот солевой нарост, можно сказать, да, он снял. А здесь солевой остался. Все видно. Как мы пользуемся кислотой? В принципе, это актуально для всей кислоты, для всей кислоты, которая с высылами работает. Ну, в данном случае у нас кислота QuickMix KSE, и мы с ней немножко поработаем. Перед использованием кислоты у нас наше готовое изделие должно набрать полную прочность, то есть полная прочность 28 дней. Через месяц, не раньше, мы можем делать какие-то манипуляции с кислотой, когда у вас стопроцентная прочность наберется раствора. Это очень важно. Если будете делать раньше, может, два варианта, либо еще больше солей, либо разрушится структура смеси, скажем так. Ну, то есть разрушение пойдет. Подождали месяц? У вас вот солевое пятно, допустим, у нас здесь. Вам надо пролить водой весь вот этот вот участок. Пролить водой весь участок. Прямо из шланга смело проливаете водой. Ваша задача, ваших рабочих, да, максимально обеспылить и нанести, переувлажнить поверхность. Не просто увлажнить, а переувлажнить. У вас шов должен забрать воду, так, чтобы кислота, когда вы будете ей пользоваться, она уже, наверное, не пошла, уже у вас шов был заполнен водичкой. Все верно. Все, у вас мокрая поверхность, сырая, обеспыленная, все хорошо, красиво и прекрасно. Господа, здесь кисточка была. Так, кислотой нежелательно пользоваться в домашних условиях, ну, в помещении, да. Насколько она токсична? Пить нельзя. Не прет. С руками ничего не происходит. Желательно потом водичкой промыть. В глаза не лить. Много не надо. У меня кисточка, да, у вас может быть валик. Вы можете точно так же кислоту налить в пульверизатор, да, там, все зависит от объемов. Можно валиками это делать. То есть ее разбавлять надо? Нет, вот она. Вот видите, шипение пошло. Это у вас как раз реакция идет, да. Осторожно глаза, то есть от кисточки, да, в глаза попадает очень неприятно. Вот у нас опять испытываемое место вот это. Мы его переувлажнили. То есть не просто увлажняем, а переувлажняем много-много водички, чтобы у нас шов набрал воды. Шов не должен быть сухим. Иначе кислота пойдет в шов, и у нас все пропадет. Делать не раньше, чем через месяц. Вот мы замочили. Шов хорошенько. Берем кислоту КСЕ для удаления высылок. Да, если в машине прольется, может краску испоганить. У меня уже так испоганило. Вот это все у нас удаляется, вот эти все солевые подтеки, которые у нас остаются, да. И вот так вот мы проводим, проводим, когда реакции практически уже не будет. То есть она на объемах, ее уже будет незаметно. Если мы сейчас так как же будем, можно пару часов так стоять и мыть. Получается, нужно проводить ровно до тех пор, пока не перестаем шипеть, да? Вот сейчас вот не было практически шипения. Мы практически уже все. Все. Ага, вот все, да. Как понять, что у нас готово? Мы проводимся. И такого шипения уже нет. Все, у нас готовая поверхность. Мы ее не оставляем так. У нас есть еще одна задача. Все это дело еще раз смыть водой. Точно так же из шланга просто проливаем. Вот у нас получается реакция идет только с солью. Да. А если, допустим, раствор какой-то остался, то есть... Нет, раствор нет, только соль. Вообще, я вам говорю, лучше сделать тестовое нанесение где-нибудь незаметно. Попробовать, вот как мы сейчас здесь попробовали. Точно так же. А на самом камне кирпича какой-то мат. Вместе с кирпичом. По идее, кирпич не должен... По идее, кирпич не должен менять свой цвет. Но... Есть нормальный кирпич, что не нужно. Я этого не говорил. Вот. Нет, я скажу. Я не хочу стесняться. Вот. Опять же, тестовое нанесение. Все делается только тестовое нанесение. Хотите попробовать? Возьмите отдельный кирпич. Возьмите прям вот. Можете к нам на завод приехать. Мы вам выдадим эту бутылку. Где-то отольем еще что-то. Без проблем. В принципе, купить кислоту для удаления высылов на рынке не проблема. Она везде продается. У нас самое лучшее. Да. Это 100%. А работа будет все. Да. Потому что мы вот пробовали кислоту других производителей. Она может здорово цвет раствора менять. Несмотря даже на то, что делать, если правильно. То есть, видимо, там консистенция такая, что нужно ловить. Понимаешь, нужно сначала водой один к двадцати попробовать, потом один к десяти, потом один к пяти. Один к рельсума сойдет. Здесь сразу готовы. А здесь ты сразу сделаешь. Из Германии. И да. И это, во-первых, из Германии. Это проверенная вещь. И во-вторых, ничего не происходит с самим растворным швом. Вот в чем дело. Вот мы сейчас вторую очередь там демпарк делаем. Ну, там работают сам. Так, короче, каменчики так себе. И где-то запогадили. И вот начинает видно, что попортилось только где швы. А насколько критично, если не начнется работа с кислотой? Раньше? Неполно. Заполно. Я говорил. То есть, либо два варианта. Цвет меняет шов. Шов меняет цвет. И второй вариант разрушения самого, самой смеси. Расслабление полимеров. Насколько это, то есть, завтра вы это сделаете, это будет совсем, конечно, плохо. Через две недели где-то. Может быть и пройдет. Не, не, я имею в виду, не когда он набрал 28 суток. Да. А именно, когда водой прошли, ну, слабо водой прошли, да. Ну, то есть, не до полного насыщения. Так. Как было сказано. Да, да, да. То есть, они начали работать. Ну, еще те же самые высловасы ждут. Это в лучшем случае даже, я бы так сказал. Потому что дальше пойдет разрушение. Самое главное сделать что? Чтобы ваш кладочный шов напитался водой, и кислота туда внутрь не заходила. Главное, вот, поработать с его поверх, чтобы кислота не туда внутрь не переходила. Прямо из шлангов смело, вот, 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 насколько можно из шланга настолько и приливать. Так, господа, с кислотой все понятно. Да. Не пить, не есть. Да, теперь вы знаете, как правильно удалять высылы на фасаде. Да. Ну, в принципе, это относится не только к нашей кислоте, да, я повторюсь, это относится ко всем солевым кислотам. Но остальные хуже. Мы же тоже на заводе у себя, у нас есть, типа, полигона. Да, они испытывают другие кислоты, раскладывают, смотрят из месяца. Да, мы все-все-все испытываем, все, что на рынок поставляют, все, что пытается у нас слямзить, я бы так сказал. Так, ну, начнем с нашей фуговки.